Можно ли отдавать детей в турецкие школы? В общем, нынешние школы, которые находятся и являются школы, вузы, все они преподают. И там, которые находятся, как скажем, порядок, все не соответствует по шариату. Женщины, девочки, мальчики вместе в классах. И преподают там, тем более в школах, те знания, которые не соответствуют шариату, например, музыка и другие. Из этого, если мой человек в основе, когда-то учебу мы должны получать от мусульман, как мы знаем историю, тоже мусульманы всегда являлись в первую очередь в знаниях. А сейчас, когда уже кафиры над мусульманами выиграли, и получилось так, что кафиры обучают мусульман и не могут свои условия ставить в школах. В данный момент, в основе таких школ учиться нельзя и харам, но это из фатвы. Как мы знаем, шейх Аль-Альбани, шейх Ибн-Убаз, шейх Усаймин, шейх Аль-Макдаси, даже Макдаси свою историю рассказывает и говорит, «Я пришел к Альбани, рахмауллах, и спросил я ему, говорит, шейх, что ты скажешь учиться в университетах, которые учатся женщины и мужчины вместе, и девочки, и мальчики вместе, которые учатся? Что ты скажешь?» Албани сказал, говорит, харам. Я сказал ему, «Тогда, получается, мусульмане, им надо оставить учебу мусульманам, чтобы кафиры только обучались, если в таких местах учиться, в других местах, если у нас нету, Албани сказал, говорит, «Я ибн, о мой сын, о Майдаси сказал, говорит, ты думаешь, если шейх Албани уже сказал, нельзя в этих школах обучаться, все мусульмане эту школу оставят, что ли? ты, говорит, старайся спасти свою религию и тебя не волнует, что сделать другие. И потом это была причина, одна из причин, Шейх Махдис оставил учебу, когда он учился в Ираке и писал к Ибн Базу, Ибн Баз ему сказал, приходи, приезжай в Саудию я тебе сам посоветую и буду посредником чтобы тебя приняли в саудийских вузах и так он оставил учебу и поехал в Саудию обучать за это основы нельзя в таких школах учиться, где обучают женщине, мужчине вместе в начальных курсах хотя и там тоже как говорят ученые, нельзя это делать хоть они маленькие у них остается, теряется стыд, потому что в классах встречаются мальчики и девочки и этот сура, который в детстве они получают у них остается в голове из-за этого с малых лет надо отделять детей в школе девушки и мальчики если нет другого выхода если отец может контролировать семья могут контролировать то, что они в школе что можно изучить, что нельзя нет при необходимости в начальных курсах можно в таких местах изучать тогда что нам делать, если сказать тогда придется родителям искать, найти те школы, которые изучают по исламским правилам или же нанимать этих же учителей делать обучение дома, чтобы сохранить религию своих детей и Аллах тоже нам это приказывает оберегайте свои тела и ваши семьи от кого? от ада если наша семья является под нами, которые у нас находятся наши жены и наши дети из-за этого мы должны следить религию своих детей воспитывать их исламы из-за этого в таких вузах в общем сказать харам учиться но кроме как исключительных моментов и алхамдулллах раппи лааламин но не допустим от лиц так это только вот и как к